Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас интереснейшие покупки Валберис, Азон, Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Купочка Валберис, и мы сразу ей воспользовались. Я туда прям сложила на выходе покупки с ВВ. Это шоппер, причем такой достаточно компактный, но вместительный. Девчонки, 200 с чем-то, рублей цена вопроса. Я, наверное, сейчас второй такой же закажу, если еще не разобрали, потому что у меня Ксюха себе такой попросила. За 200 с чем-то рублей мы получаем с вами достаточно объемное дно. Мы уже попачкали, мы с ним уже вчера погуляли. Вот тут просто такая пришита этикеточка. Не знаю, зачем она нужна. Вот такие вот ручки, они у нас с вами вшиты. Получается, да, вшиты. Одна, вторая. И у нас здесь с вами посередине кнопка. Вот такая вот, видите, вот кнопка. То есть шоппер можно закрыть. Вообще, мне понравилось. Вот такие сбоку клепочки. Вот это все дело можно застегнуть, и он будет смотреться поменьше, будет как такая сумочка смотреться. А можно расстегнуть. То есть вот так, хоп. Сейчас застегнем. Вообще, за 200 с чем-то рублей очень у вас нашу. Пример очень понравился. И стильненький, и черный, минималистичный. Смотрите, как он смотрится. То есть он, вверху, немножко сужается. У него и пошив такой, и еще вот благодаря вот этим вот кнопочкам. Так, что у нас здесь с вами внутри? Я вот это вот не пойму, что я вчера карман, что ли, не разглядела. У нас тут карман, что ли, внутри есть. У меня там уже просто сложены салфетки, пузыри. Да, у нас здесь карман еще с вами есть. Я вчера не разглядела, девчонки, представляете? Вот он, кармашек. Из такой же ткани, из черной. Сюда, в принципе, телефон войдет. Так, и внутри, вот как она у нас с вами сделана. Смотрите, вот такая вот сеточка, как бы, что ли, не знаю, как назвать. Вот он, карманчик. Салфетки, пузыри мыльные детям. На улицу с собой брать мне нравится. Ну, очень класснючий. Прям класснючий. На плече носить удобно и смотрится аккуратненько. Не такая, да, сумка-то, а воська. Классно. И за покупочками хватает. Вчера у нас туда прям много-много влезло вообще. Вот, ладонь положу свою, чтобы приблизительного размер понимали. Так что рекомендую. Прям нам очень зашел. Ксюха сказала, я себе такой хочу, буду в нем учебники носить. У них сейчас мода такая. Они не с рюкзаками, теперь хотят ходить, а с шоперами. Но я, конечно, ей не разрешила, потому что все-таки спину надо беречь. Уже не первая моя покупка у данного бренда. И что хочу сказать, мне абсолютно все устраивает. Ну, во-первых, соотношение цены и качества. Во-вторых, у них просто огромный выбор. Более 150 моделей. Представляете, я вообще любитель очков тот еще. Я очень люблю солнцезащитные очки. Могу таскать их даже зимой. И мне надо, чтобы у меня было много. Всегда находилась в поиске бренда, у которого будет адекватная цена и у которого будет хорошее качество. Потому что у меня было много различных моделей от других брендов. Они ломались очень часто. То дужки выйдут из строя, то они разбалтываются, расшатываются. Вот здесь у ОМОВ никаких проблем с этим вообще нет. То стекла вылетают. В общем, некачественные. Здесь мне абсолютно все полностью устраивает. Давайте открывать. Кстати, получила огромное количество комплиментов по предыдущей своей покупке. Вот эту модельку я брала до этого. Показывала вам уже. И сейчас будем, когда примерять, покажу еще раз тоже. Вообще, знаете, любые базовые вещи. Там джинсы, белая рубашка и так далее. Так же, как и ваши базовые очки, в том числе, должны быть хорошего качества. Потому что это основа вашего гардероба. Прям на улице много комплиментов получила. И девчонки в Телеграм писали, что вот прям стильно, классно, красиво. Сидят хорошо. Посадка прям правильная. Ну, в общем, все здорово. В этот раз я заказала вот такую красивучую модельку. Кстати, всегда есть мешочек в комплекте. Тряпочка, которой мы с вами протираем очки. И дужки идут в пакетиках. То есть, не дай бог, чтобы при транспортировке у нас с вами ничего не повредилось. Я вообще безумно довольна, что нашла, наконец-то, качественные очки, которые меня во всем устраивают. Потому что, знаете, зачастую бывает на картинке вещь красивая, а в жизни впечатление совсем не вау. У АМОВ совсем другая история. Пластик плотный, приятный на ощупь. Крепление надежное. Очки приходят в коробочке, плотном мешочке. Линзы не царапаются. Тряпочка есть, чтобы протирать стекла. Она идет в подарок. Кстати, у них на ВВ уже появилась новая коллекция на 2024 год. Заходите обязательно посмотреть. Там 150 абсолютно разных моделей, в которых сочетаются классика и новые современные тенденции. Легко для каждого типажа, для себя обязательно подберете подходящие очки абсолютно для любого типа лица. Так, давайте мерить. Давайте сначала покажу вам предыдущую модельку, которая так всем понравилась. Это прям, знаете, такая классика. Кстати, что хотела сказать. У них очень крутая солнцезащита. Вот прям смотрела в них на солнце. Все великолепно, все отлично. Защита просто на высоте. Так, а теперь сегодняшние очки. Какая красота, слушайте. Мне очень нравится. Вот это вот затемнение снизу вверх, и сверху золотая оправа. Красиво. Они такие более игривые, что ли. Мне очень нравится. Прям красота. Красота какая. Я уже себе, кстати, закинула в корзину пару моделек с цветной оправой и немножко другой формы. Такой вот квадратной у меня, потому что много с такими уголками уже модели. Есть классика, более-менее классика. Вот захотелось такое, что это более квадратное, в цветной оправе, чтобы, так сказать, поиграться с образами. Ну, мне очень нравится. Вот эта моделька прям вообще топ. Просто топ. Ну что, все ссылочки я оставляю в описании. Переходите, забирайте, пока у них действуют такие приятные цели. Яндекс.Маркет, и мы уже все попробовали. И все, сейчас я вам расскажу. Такие батончики со вкусом пломбира. Наперекус. С утреца с кофе. Потому что сейчас прям, ну вот, мега занятой я человек. И мы с утра так быстро собираемся. И покушать времени практически не остается. Кстати, она так открывается. Я не знала. Или это просто для красоты. Здесь их за 300 рублей где-то с копейками. Сколько их тут штук забыла? Сейчас найдем информацию. 600 грамм. Так, 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 так. Не вижу, сколько штук. Их здесь много штук. 30 штук по 20 грамм. 30 штук. То есть по 10 рублей выходит батончик. Это бюджетно, это классно. Они есть только на Яндекс.Маркете. Ну, по крайней мере, за такую цену на Яндекс.Маркете. На Вайлберис, по-моему, они в 10 раз дороже. Странные вещи такие происходят, да? Вот. Так что прикольно. Вот Ксюшке в школу давала, когда она там долго. А сейчас ВПР идти, берешь, кушай батончик. Запей водичкой. Глюкозка в мозг поступит, напишешь лучше. Вот. Так что вкусные. Вкусные. Достаточно сладкие. Правда, ну, вот так. Один с кофейком вполне себе с утреца. И выходит бюджетненько. И хватает надолго. Поэтому покупкой довольна. Покупочки Вайлберис. И что же здесь у нас с вами интересного? Давайте попорядку. Вот в такой бутылочке красивой. У меня оксидат торфа. Это для моих огурчиков, помидорчиков. Для улучшения корневой системы. Лиана посоветовала. Буду подкармливать. С микроэлементами. Для... В общем, для всего. Мне кажется, для комнатных растений будет хорошо. Развитие корневой системы. Ускорение прорастания. Стимуляция роста. Улучшение вкусовых. Даже качеств. Снижение количества внесения минеральных удобрений. Для повышения устойчивости растений. С заболеванием и заморозком. Вот тут такая интересная штука. Кто пользовался, пишите, как вам. Так. И вот в отдельном пакетике еще заказала. Тоже именно для корневого роста. Тоже, Лянка советовала. Спасибо. Будем пробовать. Это микориза. Впервые услышала такое название. Интересно, на самом деле. Для корней. Микориза. Отзывы великолепные. Заказала на пробу. Мне много не надо. У меня всего несколько горшочков. Смотрите. Овощи, ягоды, цветы, деревья, даже газоны, комнатные растения. В том числе улучшает питание при жеваемости в пересадках. Защита болезней, вредителей и стрессов. Вот такая интересная штука. И продавец здесь в подарок положил. Она бывает разного объема. Я взяла себе такой маленький пакетик. Какой-то гуми. Для овощей, ягод, плодов. Тоже повышает урожайность. Выгодно на одну сотку при трехкратном опрыскивании. Вот. Вот такой еще мне гуми положили. Изучу, посмотрю. И даже вот такую вот карточку. Спасибо, что вы с нами. Вот какие молодцы. Так. Дальше. У меня закончилась земля. Грунт. Поэтому заказала вот такой грунт. Достаточно бюджетные отзывы. Тоже хорошие. Универсальная азбука роста. 10 литров. Вроде отзывы неплохие. Мне надо прям немного совсем подсыпать. Так. И дальше, что у нас? Здесь бумага. Светокопия А4. За 360 с чем-то рублей нашла самую дешевую. Такую вот бумагу они интересно упаковали. Подглядела. Белая. Ну, мало ли, знаете, сейчас бывает. Все, возможно, 500 листов. Белая действительно бумага. Мы печатаем много. Особенно сейчас вот ВПР был с интернетом. Распечатали много заданий. И прям бумага вся позаканчивалась. Так. Дальше, что в отдельной коробочке. Инструкция даже по монтажу. У меня вот такой вот плинтус. Кто смотрит нас в Дзене, те знают. Я пишу про ремонт. Как мы делаем ремонт ванной и так далее. Все как бы это только в Дзене. На Ютубе этого не будет. Поэтому, кому интересно, ссылка на Дзен всегда под роликом. Приходите, смотрите. Это плинтус напольный. Белый. Вот такой вот. Силиконовый, не силиконовый. Не знаю. Потому что нам вот именно такие плинтуса, кант, не знаю, как правильно его назвать, для ванной которой, они не подходят. Нам нужно шире. Самые большие, которые есть, это 6 см. То есть 3 см, 3 см, 3 см, 3 см, и посередине загиб. У нас больше, чем 3 см. У нас где-то 3,5 см, 4 см внизу. А здесь как раз это напольный вообще плинтус, самоклеящийся. Но суть та же. Но он такой плотненький, толстенький. Буду сажать на жидкие гвозди. Здесь еще вот такой вот есть бордюрчик, кстати, небольшой. Поэтому, да, вот тут как раз жидкие гвозди. Обязательно будем все промазывать. Здесь 2 см выше сгиба и 5 см ниже сгиба. Вот как раз у нас, где ванна состыкуется со стеной, у нас там очень большое расстояние. То есть там все забетонировано, но там расстояние большое. Поэтому нам нужен был шире. И я нашла выход заказать вот такой вот плинтус, самоклеющийся для ванны, его использовать. Ловите лайфхак, ловите идею. Кто-то на балконе их кладет, кто-то в квартире кладет. Если стены ровные, то смотрится прям вообще необыкновенно стильно. Они бывают, кстати, разных цветов. Вот такой вот он плотненький достаточно. И вот самоклейка. Но лучше, конечно, все равно точечно хотя бы добавлять жидкие гвозди. А ванну так я совсем прям буду хорошо промазывать. А для помещения нормально. Вот тут сгиб 3 метра у меня. Он там есть и по 6 метров. Он дороже выходит, конечно, чем обычный вот этот вот кантик для ванны. Но у нас как бы выхода нет. Так, фокус, вернись. В общем, вот тут вот сгиб. Вот так сгибать будем и класть по стене. Вообще, когда он кладется на пол в помещении, то вот эта высокая сторона на стену, низкая на пол. Но у нас наоборот будет узкая сторона на стену, а вот эта на ванну. Вот. Так что вот так. Разных расцветок они есть, разные цены. Вообще, наверное, я самый такой бюджетный нашла за 600 чем-то рублей 3 метра. Купочки Валберес Азона. И что здесь у нас интересно? Во-первых, герметик. Девочки просили рассказать, каким герметиком я замазывала швы в ванной. Вот теперь показываю вам его смело. Взяла, одного еще не хватило. Замазать надо швы. Почему именно этот? Ну, во-первых, для ванных комнат, где влажность, нужен особый герметик в влагостойке. У них ценник, кстати, 700, даже 800 рублей и выше. Долго искала, долго читала отзывы. Нашла вот этот на Азоне. На Валберес его нет. На Яндекс.Маркете его тоже нет. Он есть только на Азон. Селсил. Вот так называется. И у него достаточно демократичная цена вообще. Первый я взяла по 380 рублей. Но там магазин продавца дал скидку. 100 рублей сразу начислила автоматом. Когда в магазин к нему заходишь, он прямо начискает. Вот я списала. А так 480 рублей он стоит. Плюс начисляет магазин бонусы. Всегда я их списываю. Ну, в районе 430 рублей в среднем выходит вот этот герметик. Чем он мне понравился? Он быстро застывает. Практически в течение часа все, он уже застыл. Швы уже такие получаются, как резиновые. Это силиконовый герметик. И у меня цвет антрацит называется. Антрацит. Там есть серый, там есть антрацит. Там есть белый, есть черный. У меня именно антрацит. Вот кто смотрит Дзен, я там про ремонт все рассказываю. Поэтому вот показываю вам этот герметик. Ну, конечно, ссылки на все тоже оставлю. Мне понравился. Очень понравился. Очень с ним удобно работать. То, что он силиконовый, тоже классно. Вот он такой, как резина потом. Знаете, как резиночка. Сидит хорошо, как в литой быстро застывает. Супер. Так, дальше. Это покупки Валберис. Это строительный скотч для того, чтобы делать швы. Опять же, как я заделываю швы между панелями. Все это я тоже в Дзене подробно, прям мега подробно рассказывала. Дальше. Интересные такие штучки. Так, первое. Это у меня крепление для душа. Я уже такое брала. Но так как мы сейчас его отдирали, естественно, от плитки, оно приняло непотребный вид, поэтому пришлось брать новое. И новый пришел, к сожалению, в одном месте треснутый. Но я все равно забрала, потому что цена вопроса 200 рублей. Это, во-первых. Во-вторых, нам уже срочно надо. Мы уже хотим нормально, полноценно мыться. У нас уже все для этого готово. И вот все как раз пришло за раз. Вчера только заказала прям штору для ванной новую. Карту делала свою старую штору, тоже вчера в Дзене писала пост. Это самоклеющийся держатель для душа. Здесь несколько есть позиций. То есть вот эта штучка, она поворотная. Причем такая достаточно тугая. То есть наклона душа. Вот это очень удобно. Заказала. Почему именно такого цвета? Потому что конкретно сантехника, то есть кран, у нас именно хром, поэтому и не стала даже экспериментировать. Пусть все там будет одного цвета. А вот эта вставка, кстати, бывает разных цветов. Взяла вот такую тоже светленькую специально. И вот в этом месте он у меня, к сожалению, пришел, где, с другой стороны, треснутый. Вот видите. Ну это я сейчас клею сюда немножечко прям каплю. Так это в принципе на функционал не влияет. Это самоклейка. То есть здесь отдираем вот так вот штучку и клеим туда, куда нам удобно. Я брала до этого специально, чтобы душ висел внизу, чтобы у меня дети могли его доставать, и им было удобно под душем мыться. Поэтому клею его вниз. Как буду клеить все, в том числе и вешать штору, все показываю в Дзене. Там все выходит гораздо раньше. Здесь у нас именно обзор покупочек. Так что вот эта штука мега удобна. Они бывают разных цветов. Удобно, дешево, сердито. Но я все равно добавляю клей, суперклей. Момент, грубо говоря. Суперклей добавляю все равно в нескольких местах, чтобы это все держалось капитально. Потому что все-таки влага, помещение влажное. Так, дальше у нас вот здесь с вами классные крючочки для полотенчиков. Я решила выбрать именно такие. Тоже сегодня прямо их буду клеить. И ролик с третьего уже есть на Дзене, как все это смотрится. Здесь комплект. Четыре штучки. Они металлические. И самоклеющиеся. Они прямо такие сейчас, как трое один. Очень тяжелые. Вот так как у меня много черных акцентов, черные полочки, то и крючочки решила вот такие вот взять. Минималистичные. И за счет вот этой штучки, мне кажется, полотенчики будут хорошо держаться. У нас четверо. Вот как раз четыре крючочка. Они прямо тяжелые сами по себе, конечно. Тоже самоклейка, но тоже буду добавлять суперклей. Потому что, если повесить мокрое, допустим, полотенце, то это будет тяжеловато. Они, конечно, отклеятся однозначно. Так, и следующая покупочка. Это штора для ванны. Я ее уже развернула, кстати, в пункте выдачи. Проверила. Уделала я свою предыдущую штору вчера. И поэтому взяла новую, взяла ту, которая будет стираться. В комплекте идут кольца достаточное количество. И штора у меня прям под цвет. Девочки, панели. Мрамор, белый мрамор. Так как на ней есть заломы, я сейчас ее простирну на быстрой стирке. И повешу. Потому что она вот как была сложная, видите, есть заломы. По идее, полиэстер ее, наверное, можно и прогладить. Но гладить мне сейчас не очень охотно. Хотя, наверное, быстрее было бы прогладить, нежели постирать. Вдруг заломы не пропадут после стирки. Ну, в общем, сейчас посмотрю. С вот такими вот разводами. Шторка. Шторка полиэстер. То есть в машинке ее стирать можно. Все отлично. Вот такие вот разводы. Белый мрамор называется. Цвет. И здесь у нас, сейчас покажу, внутри колечки. Вот они. Вот они колечки под кольца. Нужно вешать. Вот такой вот оттеночек. Все как смотрится. Как выглядит в день ролик уже есть. Ну и на этом все. Все ссылочки, как всегда, в описании. Надеюсь, вам было интересно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok